А сейчас ты узнаешь, где пропадают люди и как легко достичь дна. Мистика нас окружает. Ища телефон по квартире, вы невероятным образом находите его у себя в руке, а на скидок вообще не возвращаются. И невольно задумываешься, а может быть все эти пропажи самолетов и кораблей, это реальность? Тыщ, всем привет. Меня зовут Топа и у меня для вас загадка. Что трудно найти, легко потерять и невозможно забыть? Конечно же корабли и самолеты в Бермудском треугольнике. И я совершенно уверен, если вы когда-нибудь пересекали Атлантический океан в этом месте, вы задумывались, а не случится ли чего необычного, ведь столько историй ходит вокруг этого проклятого места. Многие из вас скажут, эта тема совсем простая и ответ всем давно известен, но вот что я вам скажу. Нет. В сегодняшнем выпуске мы разберем самые громкие пропажи, рассмотрим самые сильные гипотезы и сделаем свой вывод, основываясь на мнении ученых. А также вы узнаете много чего интересного и познавательного. Но для начала давайте вспомним эту самую историю зловещего Бермудского треугольника. Практически каждый человек знает о неком таинственном месте, где пропадают корабли и самолеты. Навигационные приборы выходят из строя, а исчезнувших больше никогда не находят. Кроме тех случаев, когда с судна пропадают только люди. Сегодня Бермудский треугольник называют самой аномальной зоной на Земле, ведь даже в хорошую погоду случаются невероятные исчезновения. Так ли это? Сегодня мы попробуем это выяснить. Что нужно знать для начала? Нет такой территории, как Бермудский треугольник. Это условное обозначение места, краями которого являются Бермудские острова, Флорида и Пуэрто-Рико. Придумал это название писатель Винсент Гадис в 1964 году, когда написал статью в журнале Аргоси. До этого мир не знал такого понятия, как Бермудский треугольник и всем жилось нормально. Но разумеется, шумиха была подхвачена молниеносно. Сотни статей, книг и безумный интерес к этому загадочному месту. И нужно понимать, что зачастую эти пропажи даже не заходили на эту территорию. Вот вы тоже думаете, что в треугольнике творится нечто странное? Хочу спросить у людей на улице. Ну там же холодно. Люблю, когда холодно. Что-то как-то холодно. Скажите, пожалуйста, есть такое место в мире мистическое, где пропадают корабли и самолеты? Как ты думаешь? Есть. Есть. Ну по легендам есть. Как это место называется? Бермудский треугольник. Бермудский треугольник. А сейчас наконец настало время объяснить все эти явления с научной точки зрения. Погоди, погоди. Вот так вот с самого начала и разоблачение, если все было так просто. За дело взялись ученые, которые старательно пытались выяснить, почему же все-таки тонут корабли в этом проклятом месте. Гидрат метана, в результате распада гидрата метана на дне моря образуется газ. Большой пузырь вырывается и стремится вверх к бедному кораблику. Плотность воды понижается и кораблик идет ко дну. До свидания кораблик. Конец. Но ведь это ученые сказали, да? Тогда почему я говорю так, как будто здесь воняет? Потому что каждое резкое заявление нужно рассматривать под разным углом. Физик и океанограф Хелен Черский ставит это под сомнение и рассказывает, что на самом деле это не будет выглядеть как огромный пузырь, а сразу превратится в миллион маленьких пузырьков, которые просто взбаламутят воду и немного оттолкнут судно. А геологическая служба США заявила, что такие залежи есть по всему миру, в том числе и в западной части Бермудского треугольника. И на деле если очень постараться и держать судно на плаву в этом самом месте, то оно возможно перевернется. Но последний такой случай был возможен 15 тысяч лет назад. Так что беспокоиться не о чем. Не удивлюсь, если по версии конспирологов это на самом деле древний монстр пускает газы. Всегда собой ношу на случай плохой шутки. Разоблачение научных теорий как-то мы не в ту сторону свернули. Но затем свернули не туда, а опять ученые, которые выдвинули теорию о том, что над Бермудским треугольником находятся шестигранные облака, которые создают бомбы из воздуха, у которых скорость 170 миль в час. Считается, что они могут просто сбивать самолеты и даже переворачивать корабли. Вау, такое реально существует? А на самом деле слова ученых были просто искажены. Такое явление есть, но не только в Бермудском треугольнике. И нет никаких фактов, доказывающих, что это хоть раз сбивало самолеты. Так же будет несправедливым не заметить, что по версии уфологов и других поехавших все это происходит из-за кристальной пирамиды, которая находится на дне Бермудского треугольника. Конечно, это бы все объяснило. Нет. Вот репортаж Первого канала. Была организована экспедиция в район Бермудского треугольника. С помощью эхолотов нашли якобы какое-то сооружение на дне Бермудского треугольника, которое похоже на пирамиду. Результаты исследований оказались сенсационными. Обнаружено подводное сооружение, почти в три раза превышающее пирамиду Хеопса в Египте. Это явно неприродное образование некое на дне океана. Видно, что имеет геометрию геометрической строительности. Пока сфотографировать удивительные сооружения вблизи никому не удалось. Ученые как бы видели, но сфотографировать никто не смог. Эх, жалко, ваш репортаж хоть чего-нибудь достоил бы. Мне нравится, что в подтверждение этим словам выступают уфолог и председатель общества изучения проблем Атлантиды. Че? Вы ведь тоже думаете, что это шутка? Нет, к сожалению, такое общество действительно есть. У меня только вопрос. Чем они там занимаются? Мне кажется, она, наверное, здесь. Мне кажется, она, наверное, здесь. Но не подумайте, что только у нас об этом говорят. На Западе тоже есть такие же сюжеты. Вот, например. В конце видео они ссылаются на газетные вырезки, но я вроде как научился пользоваться гуглом, так что я без проблем их нашел. 1991 год. Газета Weekly World News. Я уже в одном из выпусков упоминал эту газету. Она не настоящая. В смысле, она настоящая, но новости там не настоящие. И, конечно же, никакая экспедиция не находила никакие пирамиды в Бермудском треугольнике. С другой стороны, эта история была не полностью придумана этой газетой. Ведь в 1970 году некий доктор по имени Рэй Браун из Аризоны рассказал очень интересную историю, в которой слишком много воды. Он занимался дайвингом с четырьмя товарищами. Друзья куда-то уплыли, и он тут же увидел на дне пирамиду, как будто из стекла. И эта пирамида была больше, чем египетские пирамиды. Вы представьте. Этот мужчина бесстрашно поплыл туда. Нашел вход, поплыл дальше и увидел вот такую вот статую. Руки как бы держат какую-то сферу стеклянную. Он ее тут же взял. Я всегда так делаю, когда заплываю в стеклянные пирамиды. Затем он услышал жуткую фразу. Вы получили то, за чем пришли. Уходите и больше не возвращайтесь. Что он, собственно, и сделал. А потом он говорит, у меня есть дома сфера, я нашел ее в Бермудском треугольнике, но я вам ее не покажу. Она, кстати, сводит компаса с ума, и за нее падают самолеты. А еще я мог бы сфотографировать пирамиду, но мое оборудование разрушило штормом. Но вы мне верьте, пожалуйста. И, конечно же, проводил лекции и выступал перед публикой. Вам смешно? А это вообще-то показывали по телевидению. Говорится, что ученые изучали эту сферу в университете Флориды, что все подтверждено и все в таком духе. А теперь давайте спустимся на землю и посмотрим, что же мы имеем на самом деле. Разумеется, никакие ученые эту сферу не изучали, никакой пирамиды найдено не было и нет совершенно никаких доказательств правдивости этой истории. Поймите, так не бывает. Если появилось еще одно чудо света, его найдут. Если на публике появилось что-то паранормальное, это будут изучать. Но он же доктор, он же человек науки. Еще какой. Он сам назвал себя доктором, так как наука, которую он изучал, называлась натуропатия. Что он сказал? Это когда ты веришь в то, что в тебе есть некая жизненная сила, которая тебя исцеляет. Разумеется, такой подход считается максимально антинаучным. Натуропаты часто выступают против обычной медицины и являются антивакцинаторами. Да что же с этими людьми не так? Ну и я отвлекся, а суть этого доктора вы поняли. Как сказал Карл Саган, экстраординарные способности требуют экстраординарных доказательств, а доказательств нет и не будет. Я профессиональный журналист и чтобы опубликовать вашу историю, я должен быть на 100% уверен, что это действительно произошло. Я вам клянусь, я видел пирамиду. Спасибо за честность. Наконец тайна Бермудского треугольника будет раскрыта на первую полосу. Ну а теперь, когда мы так и не смогли ничего объяснить, давайте по порядку рассмотрим эти самые загадочные происшествия и попробуем дать им объяснение, если, конечно, получится. Потому что пока что все указывает на то, что это просто необъяснимо. В 1943 году был построен танкер под названием Four Lakes. Затем его переименовали в Fog и именно это название фигурирует на паранормальных сайтах, связанных с Бермудским треугольником. Танкер, доверху наполненный горючим веществом, выплыл из Техаса и пропал. В тот год многие умники писали, что это очередная жертва Бермудского треугольника. Ведь никакого сигнала бедствия не было. Прошел даже слушок, что корабль нашли, но там совсем не было тела. Кроме капитана корабля, который просто сидел на своем месте и сжимал кружку кофе. Как же в такое не поверить? Танкер действительно был найден в 80 км от начала маршрута. Его разломило на две части от нереального взрыва. Кстати, я уже говорил, что он был наполнен горючим веществом. А тела были найдены и личности установлены, в том числе и тело капитана. А вся история с чашкой это просто выдумка. Да и вообще это даже близко не Бермудский треугольник. Какого черта они его туда засунули? Далее. В 1925 году судно Катапакси отправилось из Южной Каролины на Кубу и исчезло. Какой неожиданный поворот. Ну рядом с Бермудами, значит они виноваты безусловно. В 1977 году Стивен Спилберг снял фильм близкие контакты третьего рода про пришельцев и там даже показали этот корабль, который исчез странным образом. Шумиха все возрастала и даже в наше время. Посмотрите на это. Корабль Катапакси вернулся спустя 90 лет и даже фотографии есть, где судно на плаву, а внутри обнаружили бортовой журнал. НТВ об этом писала, до хрена других сайтов. Видосы на эту тему собирали очень много просмотров. Но перед тем, как мы поверили в эту историю, давайте хоть чуть-чуть подумаем головой и научимся пользоваться интернетом. И тут же мы узнаем, что 1 декабря в этом районе был сильнейший шторм. Известно, что судно отправило сигнал бедствия, потому что в трюме было полно воды и вскоре пропало. Ну а насчет того, что он появился спустя 90 лет, ну это даже смешно. Вот как выглядел корабль на самом деле, а вот как он выглядит на фотографии, типа прибыл из прошлого. Даже форма другая, твою мать. Да и вообще это судно из фильма, о котором я уже говорил. Просто прифотошопили к воде. А впервые эта история появилась на сайте World News Daily. Так давайте почитаем еще статейки. 30 тысяч человек стали слепыми после просмотра солнечного затмения по телевизору. Библейские гиганты раскопаны. Женщина арестована за то, что обучала белок напасть на своего бывшего. В каком удивительном мире мы живем. Действительно это очень достойная газета. Если кто не понял, все эти новости не настоящие и вообще не понятно, как эта история вышла за ее пределы. Ах да. Людям хочется верить во всякую дичь. И наконец мы добрались до самого мозговыносящего случая. Когда речь заходит о Бермудском треугольнике, первым делом вспоминают именно эту историю. Шесть военных самолетов США пропали без вести в один день. Эту ситуацию назвали потерянный патруль. И послушайте эту историю очень внимательно. 5 декабря 1945 года 5 самолетов просто испарились. Никаких тел, никаких обломков никогда не было найдено. Еще один самолет вылетел на поиски, но также бесследно исчез. Мистика еще какая. Газеты, уфологи, писатели того времени сообщали все новые и новые пугающие подробности. Вот например выдержка из радиопереговоров. Все неправильно. Океан выглядит не так, как должен. Мы не видим землю. Мы входим в белую воду. Не приходите за нами. Они выглядят так, будто они из космоса. Эта история вместе с этими радиопереговорами стала очень популярна. Было написано очень много книг, снято огромное количество фильмов, как научных, так и псевдонаучных и художественных. А самый пик пришелся на 1974 год, когда Чарльз Берлиц написал книгу под названием Бермудский треугольник, где он рассказывал о таинственной пропаже кораблей и самолетов в этом месте. Само собой приписывая, что проблема кроется не в логическом объяснении, а в похищении пришельцами и примещением в другую реальность. В таких книгах обычно пишется, что это был обычный полет с опытными пилотами и все шло отлично и погода была шикарная и все получилось очень внезапно. Хрен там плавал. Большими усилиями все-таки смог найти информацию, которая не может быть сфабриковано. На официальном сайте форта Лодердейл, откуда вылетали эти самолеты, есть целый музей с разного рода информацией насчет этого полета, включая статью 1974 года в журнале военной авиации, где были собраны официальные отчеты о происшествии. Но это всего лишь сайты и статьи, хоть и очень качественные, но это меня категорически не устраивало. Я хотел показать вам официальную версию случившегося и хотел максимальной достоверности. Поэтому поискав где-то неделю я нашел официальный отчет 1945 года со всеми радиопереговорами, со всем таймингом, с совершенно каждой деталью, касающейся полета. И что же мы видим? Во-первых, это был не патруль с крутыми бравыми мужиками, а тренировочный полет, где только один из участников был опытным пилотом, лейтенант Тейлор. Такие тренировочные полеты уже были совершены в этот день и все вернулись в целости. Но как же так? Они же тоже были в Бермудском треугольнике. Не все было так гладко, как говорят. Во-первых, на связь никто не выходил, просто другим самолетом был перехвачен сигнал, где пилоты переговорятся друг с другом, что заблудились. С ними тут же связывается форт Лоттердейл и лейтенант Тейлор говорит. Оба компаса вышли из строя. Я не знаю где мы, я не могу найти путь обратно. Им посоветовали развернуться на 270 градусов и лететь прямо. Но лейтенант Тейлор почему-то отказался, сказал, что полетит прямо, типа уверен, что выберется. Тут нужно сделать очень важное отступление. Компасы перестали работать только у самолета лейтенанта, так как его ученики тоже заставляли его развернуться на 270 градусов. Но лейтенант оказался недалеким и опять никого не послушал. Погода была совершенно ужасной, метеорологическая сводка Майами показывает, что был ужасный ветер и дождь. Но что было дальше, они попали в другое измерение, их похитили пришельцы? Что было дальше? Нет. Последнее сообщение от Тейлора говорило о том, что они будут лететь прямо, пока у них не закончится топливо и они не найдут сушу или не упадут. И как только у одного из самолетов будет кончаться топливо, они будут спускаться все вместе. И больше никто о них не слышал. Никаких сообщений о белой воде, никаких пришельцев. Просто лейтенант Тейлор заблудился. Не захотел никого слушать, не захотел включать режим особой видимости на радаре, не захотел переключаться на другую частоту для нормального общения. Просто потому, что не захотел отвлекаться от полета. Совсем что ли дурак? В итоге просто упал из-за того, что кончилось горючее. Было принято решение обвинить лейтенанта Тейлора в крушении пяти самолетов. Причина психически нестабильное состояние. Все эти документы я выложу отдельным файлом. Их пришлось купить в музее форта Лодердейл. В интернете вы их не найдете, так что можно сказать эксклюзив специально для вас. А для вас не жалко. Ну а за ними вылетел еще один самолет, который тоже якобы пропал. Через 20 минут торговое судно Гейнс Миллс сообщило о том, что видели взрыв. Видели падающий самолет и назвали точные координаты. Эти координаты удивительнейшим образом совпадали с местом, где был потерян самолет. Дело в том, что самолеты типа Мартин Маринер называли летающими газовыми баллонами и курить на борту было абсолютно запрещено. В официальном докладе даже приложили указание, которое пилоты обязательно должны выполнять. Не курить. Курение убивает. Уж в этом случае точно. Неизвестно, что случилось внутри самолета, но точно известно, что бум нахрен. Вот это загадка. Разбивается просто в пух и прах, если начать искать официальные источники. Но почему тогда самолеты не нашли? Ведь известно их приблизительное место падения. Ответом может быть то, что так называемый Бермудский треугольник очень глубок, а дно очень разнообразно. Там тебе и равнины, и скалы. Есть даже место, которое называется желоб Пуэрто Рико. Он в глубину 8 километров. Если ты уронишь туда, например, 200 самолетов, ты их больше никогда не найдешь. Ведь максимальная глубина погружения человека всего лишь 330 метров. Да, вы конечно можете потратить невероятное количество денег и погрузиться на дно в батискафе, только вот есть небольшая проблемка. Если корабль будет в 50 метрах от вас, вы его просто не увидите. И еще течение гольф стрим. Давайте я вам расскажу, что это такое. Это теплое морское течение в Атлантическом океане. Это мощное течение шириной до 90 километров. Смысл в том, что гольф стрим проходит как раз под тем местом, где пропадают наши корабли и самолеты. И если уж так получилось, что пропал самолет, велика вероятность того, что когда его будут искать, его уже там не будет. А вот еще информация, которую вам никто не расскажет. С 1942 года по 1946, то есть за все время существования форта Лоддердейл было 94 летальных случая падения самолетов. Учебных самолетов. Вот, например, Джордж Танелян и еще 7 парней на совершенно таких же самолетах, как у потерянного патруля. С того же форта Лоддердейл вылетели тоже на обычную миссию и упали в воду. Все погибли. Именно поэтому в этом месте находятся самолеты типа Avenger, но когда люди понимают, что они нашли не тот самый знаменитый рейс, все почему-то расстраиваются. Самолет мне в Бермудский треугольник. Это ведь не пропавший патруль. Никак нет, сэр. Это пропавший два года назад Boeing 737, сэр. Сбросьте это дерьмо в воду. Продолжаем поиски. Был еще случай в 1918 году, когда военное судно Циклоп пропало в Бермудском треугольнике, но вся мистика вдруг испаряется, когда мы находим отчеты морского флота, статью в популярной науке 1929 года и везде написан очень интересный факт. Корабль был перегружен на три тонны. Это очень много. К тому же у него не работал один из двигателей, что сказалось бы на маневренности. Действительно. Почему же он затонул? И тут в игру вступает еще одна научная теория, которая на самом деле может объяснить пропажу в Бермудском треугольнике. Волны убийцы. Это явление, которое до 90-х годов никто всерьез не воспринимал, просто никто не верил, но это действительно существует. Гигантская волна может просто внезапно накрыть корабль. Об этом явлении мы как-нибудь с вами обязательно поговорим и конечно это происходит по всему миру, но это прям вот единственное, что можно приписать Гермудскому треугольнику. Похожая история случилась в 1948 году, когда самолет Douglas DC-3 без вести пропал над этим районом. Почему похоже? Потому что там, как и в прошлом случае, был критический перевес, но да ладно, но этот самолет не соответствовал требованиям полета. Плюс ко всему было непредсказуемое изменение ветра, которое могло изменить курс, а так как топлива хватало впритык, то изменение курса было бы фатальным. Официальные отчеты опять нас выручают. Все. Это были самые громкие случаи, связанные с Бермудским треугольником. Что все это значит? Вот скажите мне, люди, которые придумали эту историю, они совсем держат своих читателей за дебилов? Или они исказили факты и настолько вжились в это, что сами поверили в свои бредни? Смотрите какая штука. Даже в наши дни без вести пропадают самолеты. Вот например 8 марта 2014 года рейс Малайзия MH370 пропал спустя 40 минут после вылета. Вот пропал и все. Было две поисковые операции и они ни к чему не привели. Это что же получается? Самолеты и в наше время с нашими технологиями может просто пропасть и все? Да. Если вы любитель смотреть желтушные программы по федеральным каналам. На самом же деле есть военные радары, которые зафиксировали примерный полет этого самолета. Известно, что у него закончилось топливо и он упал в воду. Обломки нашли спустя полтора года у берегов острова Реюньон во Франции. А потом и другие обломки были найдены в разных странах. Их выкидывало на берег грубо говоря. Этот самолет разбился и единственная загадка в том, что же послужило этому причиной. И все равно находятся дебилы, которые делают вот такие вот новости. Малазийский Боинг появился в Бермудском треугольнике и все пассажиры живы. Только вот это Боинг 737 Lion Air, который упал в воду без жертв. А все потому, что людям очень интересна мистика. А теперь представьте. 2014 год. Пропадает самолет и его просто не могут найти полтора года. А в 1945 году люди только мечтали о таких технологиях, как сейчас. У них просто не было шанса найти пропавший самолет. А что если я скажу, что на самом деле в Бермудском треугольнике пропадает не больше кораблей и самолетов, чем по всему миру. Ты мне поверишь? Да. Да, я в курсе. Нет. Почему ты мне не поверишь? Ну потому, что все говорят наоборот, что в Бермудском треугольнике именно пропадает много кораблей и самолетов. Всемирный фонд дикой природы опубликовал исследование, в котором показаны самые опасные районы, где случаются кораблекрушения и пропажи. Бермудский треугольник туда даже близко не входит. А что же тогда входит? В Южно-Китайском море с 1999 года было 293 несчастных случая, связанных с судоходством. Это место угадайте как называется? Коралловый треугольник, только почему-то мистики в этом никто не видит. Есть еще место рядом с Японией, называется море дракона или Тихоокеанский Бермудский треугольник или треугольник дракона. И это тоже считается паранормальным местом, ведь здесь тоже пропадают корабли. По версии знаете кого? Чарлза Берлица. Это тот, кто еще начал пиарить всю эту тему с Бермудским треугольником. Он еще и треугольник дракона придумал. А вот по версии охраны дикой природы это просто опасное для судоходства место. По всему миру пропадают и разбиваются корабли и самолеты. Это что же получается? Треугольник земли или может быть Бермудское все? Плюс ко всему писатель Ларри Куше в своей книге опроверг все слова Берлица, указал на подтасовку фактов и просто показал всю гнильцу человека. Но вот вся суть этой фантастики. Псевдонаучная книга Берлица стала бестселлером. Книга с фактами Ларри Куше не стала. ЛЮБИТ НАШ НАРОД! Тогда почему Бермудский треугольник такой популярный? Потому что кто-то вовремя придумал такую легенду. Ну не знаю может как навязывание идет, что Бермудский треугольник, о нем все говорят и кажется люди начинают в это просто верить. Распиарили, может быть для туристов или еще для чего-то. Ну мне кажется потому что люди любят всякие загадочные истории, таинственные пропажи и что-то необъяснимое. Ну а почему есть русалки? Резонно. Вот псевдонаучная книга Игоря Прокопенко. Совокупный тираж его книг составляет 500 тысяч экземпляров. Этот человек является шестикратным лауреатом премии ТЭФИ за свои программы на РЕН-ТВ, а ТЭФИ это российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Почему так происходит? Потому что люди это любят. Да уж, действительно достижения. Я тоже так могу. Американский предприниматель Рэй Крок изобрел Макдональдс только для того, чтобы все в России стали жирные. Где моя статуэтка ТЭФИ, суки? Никакого объяснения тут не нужно. В Бермудском треугольнике пропадает не больше судов и самолетов, чем где-нибудь еще. Вы посмотрите сколько самолетов в данный момент находится над Бермудами, потому что там ничего опасного нет. Никто там не пропадает. Да, случаются катастрофы, но они случаются везде. Мне кажется, если бы в 50-х годах над Бермудами проходил мост, то каждая автомобильная авария описывалась бы в газетах как новая жертва этого треугольника. Чему мы научились, Паунер? Это не более чем распиаренная несколькими авторами история. Если вы вдруг полетите в том направлении, вам не о чем волноваться. Кроме того, что самолет упадет, разумеется. Нас засасывает Бермудский треугольник. Не придумывай, ничего нас не засасывает, мы просто упадем и разобьемся. Как вы заметили, мы очень долго делали этот выпуск, так как не могли собрать воедино все нужные факты. И я рад, что у нас наконец это получилось. Но как всегда не нужно верить мне на слово, все ссылки в описании. Их там очень много, я вам не завидую даже. Ставь лайк, если бы всегда хотел побывать в Бермудском треугольнике, но теперь уже нет смысла. Я такой же как вы, я тоже в детстве очень любил все эти мистические истории и мне хотелось бы верить, но теперь верится с трудом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok